Слава знаменитого курорта Красной Поляне была уготовлена задолго до 2014 года. Сочи планировал принять зимние Олимпийские игры 98 и центром их проведения должна была стать Красная Поляна. То есть еще два десятилетия назад считалось, что лучшего места для горнолыжных трасс, чем Красная Поляна, невозможно найти не только в России, а вообще в Европе. Здравствуйте, на канале ФКТ программа «В курсе» и я Инга Габешия. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, в этом году Сочи признан самым популярным курортом России для отдыха. А вот о том, как и чем живет, нет, не горнолыжный курорт, а один из сочинских поселков и более 5000 сочинцев, именующих себя краснополянцами, мы спросим у первого заместителя главы администрации Адлерского района и главы администрации поселка Красная Поляна, гость нашей студии Валерий Кокарев. Здравствуйте, Валерий Викторович. Да, добрый день. Красная Поляна за последние годы сделала решительный шаг вперед в своем развитии. Как это сказалось на жизни местных жителей? Ну, в первую очередь, спасибо за приглашение, что вы пригласили меня в свою студию. Я хотел бы на ваш вопрос ответить вопросом, как могла измениться жизнь у людей, которые, например, в 2012 году страдали от веерного отключения света, у которых в летний период, например, не было воды, то есть запасались жители с вечера водой. Вот эти проблемы, которые существовали действительно в Красной Поляне, были решены буквально в короткие сроки, в течение полутора-двух лет. Та инфраструктура, которая была построена в период подготовки к Олимпийским играм, она грандиозная. То есть краснополянцы, они действительно попали вот именно в тот период, когда это было возможно сделать. У нас существуют сейчас проведенные реконструкции всех электросетей, построены свыше 45 станций ТП, которые обслуживаются. Новый РЭС у нас создан. Естественно, водоканал создал свои новые сети. Очистные сооружения теперь по существу все жители Краснополяна пользуются центральной канализацией, могут заказать проекты и подключаться к ней. И если взять весь округ, то газ даже подведен к самым высоким селам у нас, это отдаленным, это село Медовеевка. Буквально две недели назад я проводил сход, уже пять человек готовы, выполнили документацию, и в Медовеевку пойдет в горное село газ. То же самое село Кепша. И, естественно, инфраструктура, это внутренняя наша непосредственно. Это новая больница, поликлиника, которая у нас имеется, дорога, которая идет. Если бы пять лет назад я кому-то сказал, что я в Поляну поеду на электричке, или посоветовал, на меня, наверное, посмотрели бы как на неадекватного человека. Потому что реально никто не мог предоставить 46 километров в горах, что туда пойдет электричка. Это сейчас существует. Потому вот эти инструктуры, эти преобразования, они, конечно, положительно сказались на жизнь всего населенного пункта, в том числе и каждого краснополянца. Действительно, кардинальные перемены произошли. Что касается газификации, вот у жительницы Красной Поляны Людмилы Друшляковой, вот мы точно знаем, что голубое топливо наверняка точно есть. С вопросом газификации она обратилась к губернатору на приеме граждан. Вот давайте вспомним, как это было. Мы по-разному видим чиновники и жители. Вот взгляды разные, понимаете. Мы видим вот так, а они говорят, ребята, слушайте, вы придите, поживите, попытайтесь пожить в тех условиях, каких мы. И тогда у вас чуть-чуть взор из-за туманенного превратится в более ясный. Вот что сегодня говорят нам люди. Так вот, действительно ли решился вопрос? Да, я хочу сказать, что вопрос, он решится в ближайшие дни, потому что вопрос, который поставил губернатор, требовал дополнительной проработки. Буквально в понедельник, вот это два дня назад, жители сдали еще 28 заявлений в межрегион газ. Проведены те мероприятия, которые поставил задачу губернатор и глава города на контроль. То есть была выбрана управляющая компания, которая обеспечила этот дом, заключены договора непосредственно. И межрегион газ уже получил указанные документы. Я надеюсь, что в ближайшие буквально одну-две недели вопрос этот будет закрыт. Ну здорово, здорово. Рады за краснополянцев. Круглогодичные горные курорты Красной Поляны постоянно привлекают туристов. Ну округ должен соответствовать. Вы сказали о многом, что изменилось. Но что вот конкретно входит в комплекс мер по поддержанию поселка в европейском, что ли, виде? Вы знаете, я хочу сказать, что у нас есть термин «олимпийское наследие». И все под этим наследием понимают, ну думают только это строение, комплексы, которые были созданы для Олимпиады. Однако это не совсем так. Основную тяжесть, так сказать, обслуживания, это несет инфраструктура, которая подведена к ним. О чем я перечислил свыше? Это дороги, коммуникации, ливневая канализация, свет. Вот это все требует непосредственно обслуживания. И это все легло на плечи нашего города, скажем, и в том числе населенного пункта. Если кто-то считает, что на Красную Поляну сыпется сейчас манна небесная по каждой команде, могу разубедить. Бюджет Красной Поляны довольно напряженный у нас идет бюджет. Могу сказать, в сравнении с 2012 годом бюджет у нас составлял порядка 15 миллионов. В 2013 году порядка 17 на благоустройство территории. Сейчас он составляет 7,5 миллионов. В тот момент у нас не было ни ливневок, ни дорог. Потому все могут спросить, каким же образом содержится Красная Поляна. Потому я хочу сказать, что это линия главы нашего города, Анатолий Николаевич, который правильно говорит. Любому главе он говорит, я готов тебе дать определенную сумму денег, и ты их потратишь на уборку территории. Как я называю, купим веники, метлы. Но вместо этого мы можем построить детский сад, например, школу. Это же наши бюджетные деньги. По тому программу мы немного изменили по уборке территории в комплексе Поляны. Большую помощь оказывает ТОС, то есть территориальное самоуправление, которое активно работает на этом месте. То есть мы с жителями, каждый у нас житель, 99% понимает, что территория перед его домом, это его собственная территория. И почти не вызывает сомнений, ну или каких-то напряжений в отношении между организацией и жителями в наведении порядка. То есть добросовестный житель Красной Поляны, он выходит, поливает ту же елочку, которая посажена за муниципальные деньги, чистит тот же забор. То есть оказывается действие. А вот муниципалитет оставшимися средствами убирает в тех местах, которые действительно недоступны. Или где требуется использование механической техники, ну машин, поливомоек и так далее. Хотя изначально тоже были люди, которые говорили, почему я должен убирать вашу территорию, ваш забор. Но мы объяснили, это наше вместе. То есть заборы куплены на те же налоги, на те же деньги, которые платим все мы. Потому вот такими методами мы стараемся поддерживать. И я всегда уже делаю замечания, почему все говорят, как в Европе. Я говорю, нет, как в Красной Поляне. Вот это замечание я всем тоже говорю. Европейский уровень хороший, но мы тоже в состоянии поднять именно свои населенные пункты до этого уровня. Пусть теперь они смотрят на нас. Нельзя не согласиться. Ну вот возвращаясь к Красной Поляне, как к горнолыжному курорту, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев своим постановлением утвердил государственную программу «Развитие горно-климатического и туристического комплекса на 2016-2021 годы». Финансирование программы из краевого бюджета предусматривается в сумме 1 миллиарда рублей. И в качестве цели авторы программы называют создание условий для увеличения туристического потока в регион. Ну а давайте послушаем, что сам губернатор говорит о курортах. «Нам придется очень постараться, чтобы отдыхающим гражданам Российской Федерации у нас понравилось. Я уже не говорю «очень понравилось», им захотелось вернуться. Но это наша задача, чтобы им захотелось вернуться. Это политическая задача, если хотите, а для нас стратегическая». Ну вот выделенные миллионы эту программу как раз-таки должен решить ряд серьезных проблем курортов. Это и слабый уровень профессиональной подготовки специалистов. Да и в целом, по мнению авторов программы, необходимо преодолевать отставание туристической инфраструктуры и край от мировых стандартов, но при этом сохраняя самобытную среду причерноморских городов. Коснется ли эта программа «Красной поляны» и, если да, вот на что будет потрачен? Ну я могу сказать, что у нас на «Красной поляне» имеются собственники своих курортов. Вы знаете, это представители «Газпрома», «Роза Хутор», «Горкий город», которые имеют свои собственные территории. Я специально перед передачей запросил у них непосредственно справку, что собираются делать эти горнолыжные курорты вот на данный сезон. Ну вот, например, «Горкий город», они предоставили, что вот сейчас у них 16 мая регламентные работы идут непосредственно на их неканатной дороге, то есть она приостановлена. Но хочу сказать, что до 15 мая еще продолжался горнолыжный курорт. Такого у нас никогда не было. А в прошлом году, я помню, закрытие мы проводили 27 мая, катаясь в цирках еще вверху. По загрузке непосредственно данных объектов, они были загружены на 95% по существу, эти объекты. И вот за данный период, как они говорят, что они будут готовить, пока идет реконструкция, вот сейчас этот период, готовят конные маршруты, пешие маршруты, на Альпийские луга, веревочный парк приключений, йога, гора, горные велосипеды и так далее, и так далее. То есть это не просто, что он закрыт, идут регламентные работы, но параллельно непосредственно… То есть подъемники на профилактике. На профилактике, но параллельно готовятся все остальное к летнему курортному сезону. То же самое «Роза Хутор», который наши соседи являются здесь, что они тоже планируют в ближайшее время, будет построено 4 подъемника, общая протяженность увеличена до 100 км трасс, которые будут идти непосредственно. Новые трассы будут средний и большой уровень сложности, то есть они определяют, что действительно позволит поднимать в день до 20 тысяч человек. По справке, которую они предоставили, только на курортах, вдумайтесь, в 2015-2016 год отдохнуло 800 тысяч человек. Это только на «Роза Хутор». По существу полтора миллиона за два года «Красная Поляна» принимает туристов. С ее населением, как вы сказали, примерно в 5 тысяч человек. Потому вот это все идет. Тем самым вы хотите сказать, что финансирование, которое предусматривает эта программа развития курортов, то есть, в принципе, «Красная Поляна» не нуждается. Идут собственники, которые идут. Скорее всего, эта программа будет задействована именно на какие-то курорты Краснодарского края, непосредственно направление, возможно, железнодорожные, другие объекты, рекламная служба, привлечение жителей уже именно в курорты Краснодарского края, конкретно в город Сочи. Ну вот тоже интересный такой момент, что в рамках этой программы предусмотрено выделение 95 миллионов рублей на реализацию проекта горно-климатического курорта «Лаганаки». И вот авторы программы планируют разработать документ территориального планирования нового курорта. На официальном сайте «Кавказского туркластера» поясняется, что с вершины Красной Поляны в Сочи видны ближайшие курорты «Лаганаки» и «Архыс». И всех их логично и целесообразно соединить между собой подъемником. Вот цитата инициаторов. «Тогда к нам приедет не один, а от 5 до 10 миллионов туристов в год». Вы считаете ли реально это? Вы понимаете, что Винейм Кадратьев тоже понимает, что данный поток туристов приедет все-таки в Краснодарский край и будет передвигаться через Краснодарский край к нашим соседям в Адыгейскую республику. Еще в советское время с Красной Поляны существовали пешие маршруты, которые были в Лаганаки, в Горячий Ключ. И вот именно работы, которые сейчас будут проводиться на Розе Хутор, действительно будут подъемники строиться в том направлении. То есть это реально выполнимая задача, которая действительно может объединить эти курорты. Это наши соседи, которые находятся рядом с нами, с которыми мы всегда жили, дружили. Потому я считаю, это будет взаимно выгодное именно такое сотрудничество. Ну а в целом, раньше поселок, да и округ были довольно закрытыми. Там большей частью проживали поколениями целыми. Вот сегодня, конечно же, ситуация изменилась. И как поменялся портрет среднестатистического жителя Красной Поляны? Вы знаете, вот я иногда, ну иногда хожу, проводя мониторинг по территориям Горки, город по Роза Хутор, и с интересом подхожу к туристическим группам, которые привозят, организованные туристические группы, и слушаю иногда, что рассказывает гид. И, честно говоря, волосы, ну стригу себя, как положено по-боевому, встают дыбом. Потому что, ну, каких только историй я не слышал, не были с Парк Красную Поляну. Что раньше это был забитый какой-то поселок, непонятно где, что сюда нельзя было, ну там, проехать, пробиться. Хотел бы небольшой ракурс сказать в историю о Красной Поляне. То есть Красная Поляна во все времена, начиная с царской России, советский период и уже российский наш современный период, всегда была в поле зрения. Во-первых, своим расположением, то есть уникальным климатом, который находится, уникальными нарзанными источниками и природой, которая там есть. Я просто могу сказать, что в дореволюционной России, как и для себя тоже выписал, что у нас есть, например, был артист Сабиев такой, который знаменитый, который на своей даче приглашал знаменитого Шаляпина. И полянцы, рассказывают, старики, у нас же живут, как вы сказали, поколениями, которые туда перешли, слышали голос Шаляпина, который на этой даче играл. Вместо этой дачи это сейчас пик-отель стоит. Кроме этого, значит, у нас был миллионер, это Пава Морозов. Вы знаете, знаменитый миллионер, который построил тоже дачу, именно на Красной Поляне выбрал. Эта дача стояла на месте больницы, где сейчас стоит больница, старая больница, которая была, это действительно была его дача. Потом непосредственно профессор Хмелевский, знаменитые Хмелевские озера, они тоже названы в честь профессора. Эта дача существует, в ней сейчас находится по улице Волоколамской, именно здание водоканала. Она так и есть. Кулаковка, все тоже спрашивали, что тут, Кулаков, ну, типа, раскулачивали. Раскулачивали, нет, это было два брата, генерал и полковник царской армии Кулаковой, которые именно там жили. И очень много примеров. Поляна навсегда была вот именно в центре событий. Конечно, за годы советской власти уже в конце, вы знаете, что уже когда пошел развал Советского Союза, все это пришло в запустение. И не обслуживалось, не приводилось в порядок, потому действительно нужны были новые влияния. И вот именно Олимпиада, городская программа, краевая программа, они повлияли на возрождение по существу поляны. Но поляна на тот период действительно находилась, как вы сказали, такая саботийная. У жителей было, как я вот разговариваю, до 15 тысяч свиней, которые ходили по всей поляне. Было, в каждом дворе было примерно по корове находилось. Но только со строительства первой линии канатной дороги, помните, Альпика-сервис, которая появилась, жители сразу сориентировались. Они поняли, что пошли туристы, и как любой нормальный человек, понимает, где идет бизнес уже в то время. И потому я могу сказать, что действительно жители предпочли именно туристическое направление. Также хочу сказать, что в то время бывшая администрация Красной Поляны активно сотрудничала, и у нас мы побратимы с городом Лизуш, из Шамани, это город во Франции, куда уезжали наши делегации, возили детей, они привозили к нам. И жители Поляны увидели первые европейские курорты, как они оборудуются. Пройдите сейчас по улице Красной Поляны, по любой, увидите, какие дома стоят. Это шале, это гостевые дома, это именно все лучшее мы впитали оттуда, забрали. Вот потому, посчитайте, какой образ жителя Красной Поляны. То есть это уже, возможно, не те поколения, которые, да, там же лес, тонцы, выстосадки, изначальные черкесы. То есть сегодня это многонациональные поселки в целом городе? Нет, у нас многонациональные, но население Поляны, вот коренное, мы скажем, до 5000 человек. У нас сейчас построены два волонтерских городка, которые были, которые переданы уже жителям города Сочи. Очередники, кто попал под программу расселения, участники. Великой Отечественной. Представьте, в этих двух городках уже к нам пришло 2500 человек. Теперь считаем с учетом людей, которые к нам переехали, уже после Олимпиады остались, это еще порядка 5000 человек. Три курорта, которые находятся возле нас, там проживают сотрудники, которые живут на Красной Поляне. Это еще порядка 1500 человек. И примерно по счетам мы понимаем, что на одного полянца приходит один приезжий. А в зимний период, я вам назвал цифры, посещение курорта, что у нас по существу зимой, я говорю, это турист. В поселке турист. Полянца можно идти встретить, потому что туристов очень много. Но все же село не перестает развиваться, и это приоритетная задача для городского руководства развития сел. Вы сказали, да, что много сделано, но возможно, что-то в этом году еще планируете? В этом году у нас действительно запланирован ряд мероприятий. Например, в Эстасадке у нас построен клуб. Официальное открытие мы сделаем на день Эстасадка, который будет в августе. Но буквально сейчас к дню детей, международный день, ребенка к первому числу, мы постараемся сдать спортивную площадку, которая построена великолепно, с тренажерами. Будет сейчас мягкое покрытие. Надеюсь, что подрядчики не подведут. Мы их подгоняем каждый день, естественно. Вот это будет один из комплексов, который там находится. Также идет программа непосредственно по разработке строительства новой типовой школы. Потому что количество населения, которое к нам прибыло, уже наша школа переведена во вторую смену. Поэтому решается вопрос о проекте типовой школе. Скорее всего, это будет проект все-таки краевой. Приезжали уже специалисты Министерства образования. С края мы примерно ходили, смотрели, где возможно выбрать участок этой школы. Остается вопрос также об увеличении или пристройке к нашему детскому саду. Это все идет, тянет одно за собой непосредственно. То есть вот такие программы, планы, они идут вперед. И я думаю, они будут постепенно реализовываться. Как обстоят дела? Может быть, ФАПы еще работают? Мы делали такие мероприятия. Например, в Медовеевку мы вывозили туда, вывозили туда с больницы врачей, которые брали у жителей анализ крови, еще чего-то. То есть в такие отдаленные селы мы провозили. Кроме того, большая была проделана программа по диспансеризации населения. Мы проводили сходы, были распределены по годам жителей, чтобы не было столпотворения. И жители Красной Поляны принимаются вне очереди, принимались именно на диспансеризацию. То есть организовывали совместную администрацию с больницей. Это мероприятие. Любой житель Красной Поляны может пройти абсолютно бесплатно диспансеризацию. Мы это требуем. Мы на каждом сходе это говорим, что нация должна быть здоровая у нас. А с дорогами как обстоит дело? Дороги построены в полном объеме. Есть у нас проблемы по дороге. У нас не буду скрывать. Есть одна из улиц, которая у нас не вошла. Не успели мы ее сделать до Олимпиады. Потому мы сейчас направили письма как глава и будем просить главу города включить в план мероприятия на другие годы. А ямочный ремонт, естественно, как я уже говорил раньше, администрация ведет мониторинг, контроль дорог. В зависимости от недостатков, которые мы выявляем, мы взаимодействуем именно с управлениями городскими. Дорога принадлежит управлению автомобильной дорогой. Совместно выезжаем, составляем акт, принимаем какие-то совместные меры. Мне кажется, что у местных жителей Красная Поляна все-таки ассоциируется с малиной и медом. Все помнят ее с детства. Вот эти бренды, если можно так выразиться, они остаются на плаву или их тех снят другие? Эти бренды всегда останутся на плаву. Это, наверное, достояние, как говорится, Красной Поляны. Но к ним еще прибавляется, вы забыли, Медовуха, знаменитая, которая Медовьевка. И хочу сказать, что у нас буквально в 2010 году от города Сочи нас направлял глава в Москву и мы защищали тему так называемый экологический туризм. Вот сейчас я могу сказать, что у нас в Медовеевке начинает развиваться это направление деятельности. То есть экологический турист, включая себя, там уже жители в Медовеевке начали производить, как в виде рекламы, не буду говорить, кто и где, но уже на основе меда, трав, уже крема и остальные. То есть уже идет почти промышленная продукция, имея лицензию, сертификацию. Это о многом говорит, что именно вот в этих дальних уголках забиты все номера в этих гостиницах. Представляете, люди приезжают отдыхать на лыжный курорт, но размещаются в Медовеевке. Это почти где-то 30 километров. То есть оттуда они приезжают на трансферы, катаются на лыжах, поднимаются наверх. Я разговаривал с туристами, говорят, а почему там? Вот же шикарные отели. Валерий Викторович говорит, в номере нет телевизора, они говорят. Вот это для нас самое главное. Мы можем прийти в номер, спокойно отдохнуть, на мебели именно такой, экологически чистой, поесть экологически чистые продукты здесь, а телевизор, все остальное, мы спустимся вниз в бар и посмотрим. Вот это уже становится для людей достоянием, отдохнуть в номере без телевизора. Да, и, кстати, у самого знаменитого сочинского поселка есть свой праздник. Отмечается он в последнюю субботу-сентября. Вот что это за праздник? День рождения ли это? День Красной Поляны? На кого он ориентирован? Для местных, для туристов? Вы знаете, День Красной Поляны у нас нет такого, именно, как в городе Сочи определен, такого-то числа, день или в другом. Это День Красной Поляны, мы определились сами. Честно говоря, когда я стал главой Красной Поляны, где-то пять лет назад, я к осени сказал, почему бы нам не провести это мероприятие. И мы определились, что мы проведем именно в сентябре, как раз стоит нормальная погода. И вот первый раз мы его провели, и с этого момента мы уже пятый год его проводим. Я не привязываю никаким другим праздникам, потому что вы знаете, что у нас эстонцы, греки, потому это просто День Красной Поляны. Вот уже жители, уже мне счастье, ребята, что будет, а когда, а давайте вот это сделаем, то есть идет инициатива от жителей. Это самое главное. Мне как главе надо только направить, отрегулировать, и сказать, вот так вот написать распоряжение, как оно уже должно быть в конце. Потому вот приглашаем всех жителей города Сочи, гостей к нам вот в последнюю субботу, сентября на наш праздник. Караванный путь, колхозы, первые турбазы, пчелиный питомник, съемки фильма «Кавказская пленница», потом в поселке появился первый горнолыжный подъемник. Популярность Красной Поляны росла год от года. В итоге из небольшого поселка Красная Поляна выросла в Олимпийскую стадию. Но неизменным здесь остается одно. На протяжении всей своей истории Красная Поляна манит к себе людей климатическими условиями и удивительной красотой. Судя по тому, что вы нам рассказали, можно сказать, что дела у Красной Поляны просто идут отлично. Поэтому успехов вам в вашей работе. Спасибо за то, что согласились к нам прийти, за исчерпывающие ответы. На этом время наша программа подошла к концу. Напомню, гостем нашей студии был первый заместитель главы администрации Адлергского района и глава поселка Красная Поляна Валерий Кокарев. Будьте в курсе всех событий города. И всего доброго. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok